Доброе утро. Сегодня у вас очень важная местность, которая находится в 150 метрах от нашего дома, наверное, приблизительно, для того, чтобы передать вам атмосферу красоты творения Всевышнего и передать настроение радости вот этого успокаивающего пчелиного жужжания и предложить вам в этом всем увидеть частички счастья. Ведь мы с вами продолжаем говорить о счастье. Здесь село. Люди села имеют взаимосвязь и взаимодействие постоянное с природой. Возможно, некоторые из этих людей, проживающих здесь, так уже привыкают ко всем красотам, что, может быть, даже не замечают их. Но мы люди городские, на самом деле, по своему рождению, приехавшие сюда и живущие здесь. Я, например, десятый год или одиннадцатый год здесь живу. Я постоянно наслаждаюсь каждой травинкой. Но и в особенности мой восторг переполняет меня, когда я вижу вот такое творение, такой природный ландшафт. Это не то, что там ландшафтная кампания вам придет и усадит там цветочки каким-то образом. Мне хочется передать вам тот ландшафт, который создал Творец. Своей мыслью, своими пожеланиями для того, чтобы радовать всех нас. И я с удовольствием буду вам в своих рассказах сейчас стараться каждый раз показывать что-то особенное, новое. Для того, чтобы вы, может быть, сейчас находитесь еще в каком-то же, проживаете городе или, может быть, в каком-то селе городского типа, когда уже отсутствует такой вот природной, природная такая красота. Но все же вы сможете быть сопричастны с этим дивным ощущением. Итак, хочу вам передать радость этого творчества. Хочется передать свой восторг от того, что здесь вокруг нас. И я думаю, что вокруг вас тоже есть очень много красивого. И я буду очень рада, если вы сделаете свое видео с теми красотами, которые окружают вас. И расскажете, поделившись со всеми нами, вашими интонациями голоса, наполненными радостью. Ведь у нас, у каждого есть своя душа. И вот если представить душу в виде органов с трубочками, и вот в каждой трубочке есть какое-то наполнение. Или как будто бы вот этот цветок, чабрец, который пахнет и является лекарственным. И с ним можно даже чай пить. Такое вот многогранное использование. И он несет нектар для пчел. То здесь есть очень много цветочков, соединенных вместе. И в каждом цветочке свой нектар. И вот наша душа, как вот этот цветочек, пусть может, будет, состоящий из множества соединяющихся маленьких цветочков. И каждый цветочек источает нектар. И вот какой-то один цветочек мы наполняем своим звуком. А звук голоса как раз и рассказывает, в каком состоянии человек находится. Если его звучание голоса высокое, наполненное, приятное, радостное, счастливое, то нет сомнений, когда человек наполнился такой радостью, то это как будто бы сосуд, который человек может нести в своей жизни и передать другому, через свой голос. А голос будет связан со всеми остальными органами человека. И если душа радуется, то тогда все функции организма будут работать правильно. Потому что душа находится в спокойствии, в радости, в умиротворении. Тогда все умиротворяется в человеке. И вот с таким настроением можно приступать и к творческой работе, и к размышлению. Сейчас я хотя бы хотела поразмыслить над тем, что в предыдущих видео по нашей программе мы говорили о счастье. Но мы говорили о том, что каждый человек представляет счастье по-своему. В частности, мы говорили о том, что есть люди, которым важны некоторые такие аспекты. Счастье — это такой аспект, как власть, деньги. Это мы с вами рассматривали эти аспекты. Религиозная власть. Это мы частично рассматривали с вами. И мы рассматривали также, что есть и другие направления, в которых человек считает себя счастливым. В частности, такое направление я хотела бы немножечко затронуть. Хотя оно очень далеко от того, в какой релаксации сейчас мы находимся. Но так вот мягко можно рассказать о том, что есть такая категория людей, которая, как рабочая пчела, трудится и в этом видит свой смысл и своё счастье. Именно люди труда составляют очень большую категорию жителей нашей планеты. И говорится о том, что в личной жизни можешь ты быть и не слишком счастливым, но в своей профессии ты обязан быть счастливым. У тебя есть такой выбор найти такую работу, такую профессию, в которой бы ты смог реализоваться. То есть этот путь более очевиден для человека, чем выбор своей пары. Поэтому выбирая пару, человек может в большей степени ошибиться. И это более чревато. И ошибку в этом сложно исправить без больших потерь. А вот в выборе своей профессии есть больше шансов быть счастливым. Но как правильно выбирать свою профессию, у нас есть отдельный ролик. И там, в общем-то, не говорится, как правильно выбирать, а говорится о том, что нужно обратиться к людям, которые умеют и понимают взаимосвязь проявлений человека и тем, какая реализация будет для этого человека, будет самая лучшая. Но, тем не менее, каждый человек, опять же, будет себя искать, очень часто ошибаясь, тем не менее. Ну, это отдельный вопрос. Сейчас вопрос в том, что есть категория людей, которые получают своё счастье от самореализации в работе. Это построение какой-то карьеры. Это может быть связано, опять же, и с достижением власти в конечном итоге, или с зарабатыванием денег в конечном итоге. Но это всё связано с трудом. Это может быть умственный труд или физический труд, но, тем не менее, в одном и во втором случае это относится к труду. И вот я хочу сказать, обратить внимание, что людей данной категории мы тоже пытаемся понять, рассказать о ней и рассказать в том ключе, что это наша реальность, нашей жизни. И у этих людей, у которых есть свои стремления, есть у каждого свой характер, который взаимодействует с характером другого человека. Вот, например, человек, стремящийся к власти, и человек, стремящийся к деньгам. Одно ли это тоже? И как могут жить на близкой дистанции эти два типа людей? Мы сейчас уже подошли к такому новому слову, когда мы говорим «тип людей». То есть мы подразумеваем, что на планете сейчас проживает более 7 миллиардов людей, и эти люди мы условно можем определить, как относящиеся к разным типам желаний, движущим этих людей. То есть это желание человека быть счастливым, в чём? Достигнув власти, славы, достигнув богатства. И мы сейчас подключаем ещё к этому достигнув какого-то успеха в своём труде. Итак, мы сейчас говорим о том, что мы подразделяемся все условно на типы, большие группы типов людей, которые движимы желаниями и понимающие своё счастье в достижении определённых успехов. То ли же власти, эта власть может быть в области управления, эта власть может быть в области религии, то ли же это богатство, деньги, то ли же это люди труда, которые хотят заниматься своим трудом. И так мы в дальнейшем будем постепенно подходить к тому, каким образом эти люди между собой взаимодействуют. Это самые укрупнённые такие категории, которые я сейчас назвала. Есть ещё подкатегории. И подкатегории я сейчас отношу к 16 типам подкатегории. Постепенно я буду рассказывать о каждой категории человека, который устремлён к определённой своей цели, потому что когда вы познаёте себя, вы прежде всего должны осознать, к чему у вас идёт подспутное стремление, может быть осознаваемое или неосознаваемое, что является для вас вот этой вот счастливой мечтой, к которой вы стремитесь. Это очень важно, потому что вам, общаясь с другим человеком, нужно понять и его мечту. И кроме того, что понять, эту мечту нужно будет принять. И кроме того, что принять, нужно будет научиться взаимодействовать с человеком другой мечты. Или же вы можете посчитать, что лучше всего двигаться к одной мечте вдвоём. А можете посчитать, что вам будет неинтересно, если вы будете двигаться к одной мечте вдвоём. И кроме того, вы посчитаете, что у вас тогда будет такая внутренняя конкуренция в семье, когда каждый будет говорить, что он прав, что он более знающий, что он более на высоком уровне находится. И тогда за первенство может идти такая необъявленная война внутри семьи. Ну, собственно, на этом я хотела бы завершить сегодняшнюю встречу с вами. И хотела бы, чтобы эту встречу продолжил мой супруг, Ростислав Людовик. Ему всегда есть что сказать и, может быть, даже возразить. То есть показать то, что я рассказываю, но с другой стороны. И это тоже будет понятно, потому что то, что я говорю, кто-то может возражать этому, но если скажет ещё мой муж по-своему,